Ожидание от форума действительно значительное, впрочем, главное не эффект на бумаге, а реальная польза. Та, которую ежедневно ощущают все жители союзного государства. Ну, взять хотя бы фермеров, которые на полях России пользуются нашими тракторами «Беларусь». Кстати, один из них украшает отечественный павильон в 10-м юбилейном агросалоне. Представить свои разработки и поговорить о перспективах, в Москву съехались более полутысячи ведущих мировых производителей сельхозтехники. О совместных наработках в области активно ведут переговоры и представители Беларуси и России. Когда появится первый совместный трактор на газу, узнаем у Дарьи Белоусовой-Петровской. Агросалон – это одна из крупнейших в России и странах СНГ выставок сельскохозяйственной техники и оборудования. В этом году отмечают юбилей, поэтому и рекордное количество участников. Более 500 производителей из 28 стран мира. От Европы до Южной и Северной Америки и Восточной Азии. Одни из самых ярких – белорусские павильоны. Минский тракторный завод специально к выставке раскрасил отечественный Беларусь под хохлому, подчеркивая этим плодотворность сотрудничества двух стран. Для местных аграриев этот трактор уже давно стал родным. Сегодня на российских полях каждый пятый трактор – белорус. Конкурентность определяется, во-первых, тем, что ремонтопригоден трактор, а второе – это, конечно, критерия оценки цена и качества. В том числе мы следим за модельным рядом новой техники, которая востребована в Российской Федерации. Один из таких примеров – новый совместный продукт. Пока только выставочный вариант. Трактор белорусский – двигатель российский. Изюминка в том, что работает машина не на солярке, как раньше, а на газе. Переход на газ, он прежде всего принесет прибыль или экономию для собственника, для владельца техники. Эта экономия, по разной оценке, может достигать 30-40%. Гомсельмаш презентует на агросалоне новый уборочный комбайн высшего качества. Машина не только мощная, 530 лошадиных сил, но и умная. Современное оборудование на нем установлено, система точного земледелия с автопилотом, так называемым. Поэтому это уже такие современные ноу-хау, позволяющие очень четко убирать урожай с минимальными потерями. Такие комбайны сегодня в мире производит только фирма «Класс» и фирма «Гомсельмаш». Так что можно сказать, что мы наряду с крупнейшим мировым производителем представляем сегодня новую технику. Новую линейку агропромышленной техники представляет на выставке «Иамкадор». Компания больше известна своими универсальными погрузчиками для лесозаготовок и коммунальных служб. Сегодня плюс к этому выходит на российский рынок с навесным оборудованием для обработки почвы и посевов, а также многофункциональными перецепами и зерносушильными комплексами. Мы сегодня выпускаем полную линейку зерно-очистительных машин. Также мы сегодня активно начинаем очистки трав, занимаемся активно развитием. Также мы предлагаем сегодня полную линейку почвы обрабатывающих машин. И сегодня представили мы на рынке полную линейку универсальных погрузчиков, наших новинок, которые востребованы именно агропромышленным комплексом от маленьких предприятий фермерских до крупных агрохолдингов. Агросалон – это не только презентация продукции. Это еще и обучающие конференции, семинары и мастер-классы, где участники могут поднять свой профессиональный уровень в агропромышленности. Помимо теоретических знаний можно получить и практический опыт. Не только посмотреть со стороны, но и посидеть за рулем трактора или комбайна. Дарья Белоусова-Петровская, Алексей Чернюк, агентствители новостей, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова